Допускаешь ошибки в рэпе? Это не проблема. Проблема это, когда ты не успел вовремя вытащить. А если ты допускаешь ошибки в рэпе, их, как правило, можно исправить. Здарова, мазафакеры, меня зовут Дориан. Я знаю, меня давненько не было, и нам надо с вами поговорить об этом, но об этом в другом видео. Вы знаете, что я не люблю затяжные вступления, а вы пришли сюда именно для того, чтобы узнать, какие ошибки допускают рэперы. В первой части я уже говорил об ошибках начинающих рэперов. В частности, о том, почему дешевый микрофон это худший выбор, о том, чем вредит большое количество треков, о том, почему не следует полагаться на автотюн, о сведении за 5 минут, подражании кому-либо и о недописанном тексте. А сегодня я займусь тем, что дополню прошлый видос и расскажу еще о трех ошибках начинающих, и не только рэперов, а менее очевидных, но все же важных ошибках рэперов. И как я уже сказал, эти ошибки допускают и профессиональные рэпера, которые занимаются музлом уже десятки лет, наверное. И они не устреливают именно по той причине, что не задумываются о том, что у них могут быть ошибки из этого видоса. Или из прошлого. И прежде чем я начну, вы должны помнить, что самое главное это постраиваться под время, под обстановку и развиваться. Потому что писать в 2021 году андеграунд рэп, это уже как бы, ну, блядь, прошлый век. Давайте сейчас еще в моду вернем, блядь, кепки с ровными козырьками и штаны, блядь, широкие, вот эти пи***цы, ну, это прям трэш, пацаны, может не надо, а? Я, конечно, любитель потрещать, но затягиваться вступлением, как я сказал уже, это такое себе, поэтому погнали. Первое. Выпуск музыки без стратегии. Сегодня я каждый день делаю по 3-5 публикаций, да, и выпускаю целую кучу треков каждый день по треку, а завтра и последующие полгода не ждите от меня вообще нихрена и вообще идите нахер со своим «А где же новый трек? Мол, вдохновения у меня нет, и нет, парень, так не пойдет». Да, творчество это четко, но минус творчества в том, что в один момент ты исписываешься, исписываешься, исписываешься и устаешь. И, конечно же, новые идеи могут тебя не посещать месяцами, а то и годами. Но периодически у тебя все же будет возникать бешеное желание творить, хотя если ты в начале своего творческого пути, скорее всего, тебе мои слова даже и непонятны. Слушаешь меня и думаешь, наверное, «Хм, как это может надоесть?» Может. Все надоедает и все приедается. Даже у самой красивой бабы есть мужик, который заебал свою трахать. Это нормально, мы же кожаные мешки, не забывай об этом. Так вот, когда у тебя будут наплывы идей, тебе обязательно нужно пилить контент. Треки, фото, лайвы, клипы и прочий порно-контент. Но ты должен помнить, что не стоит слишком сильно с собой перенасыщать ленту твоих слушателей. Пусть насытятся одним, проголодаются и получат следующую порцию контента. А если ты сразу выложишь много контента, твои слушатели перенасытятся? Отчего у них возникнет синдром сомелье? Из-за чего они перекочуют из фанатов в таких себе штрихов, которые, блядь, будут сидеть и думать, а может быть, нужно было тебе этот трек не выпускать, а может быть, тебе следовало бы допилить контент? У некоторых вообще может возникнуть чувство отторжения к тебе на некоторое время. Народ начнет перебирать, а ты пропадешь еще на полгода или больше, потому что исписался и у тебя, в принципе, контента даже нет, чтобы как-то народ подогревать. Баклан. Я сам в такой ситуации оказывался. Подкармливай своих слушателей своевременно. Не слишком часто, но и без затяжных исчезновений. В таком случае ты получишь довольную аудиторию, а твои слушатели, что самое главное, получат контент, как только они проголодаются. И ты сейчас сидишь и думаешь, и что для этого всего нужно мне сделать, зачем ты мне это втираешь? А нужно сделать контент-план, братишка. Подумай, как часто ты пишешь треки, как часто ты выкладываешь фотографии, как часто делаешь вообще какие-либо публикации. Организуй все таким образом, чтобы твои подписчики не думали, что ты затусил с Циисусом или с Санта-Клаусом, какого хуя тебя вообще нет. Публикуй контент постепенно. Петляем дальше. Отсутствие активного присутствия в интернете. Я думаю, после прошлого пункта все понятно. Хочешь быть музыкантом – будь им. Как я уже говорил в своих прошлых видео, если хочешь быть профессионалом, делай все так, как будто ты профессионал. Или хотя бы так, как поступил бы профессионал на твоем месте. А значит, веди как можно большее количество страниц в социальных сетях. И следи, чтобы твои подписчики в разных социальных сетях не голодали. Они должны получать достаточное количество контента, как я уже сказал ранее. Получи галочку на свое сообщество ВКонтакте и на личную страницу. Получи галочку в Спотифай, получи галочку в Инстаграме. Сделай свою страницу в Википедии. Сделай все для того, чтобы ты был везде, чтобы твоим птенцам было легче тебя найти. Псс, парень, если тебе нужно недорогое сведение, ты можешь обратиться ко мне, я без проблем сведу твой трек. Знаешь, куда писать? Конечно, знаешь, по ссылке в описании. Там есть инста и вк. Дальше разберешься. Третье. Не спам музлом. Это, конечно, понятно, что каждому из нас хочется, чтобы количество слушателей внезапно резко выросло. Но так не бывает даже у тех, кто постоянно штампует хиты. Вернее, твоя музыка может быть возлюблена толпой, но согласись, что даже если ты делаешь превосходную музыку, но при этом не рекламируешь ее везде и очень хорошо и усердно, то вряд ли ты будешь замечен широкой аудиторией. И по понятным причинам, не у каждого из нас есть возможность бесконечно рекламировать свою музыку. И многим приходит просто потрясающая идея засрать всем лычку своим новым очешуянным треком. И не дай боже, этот трек один из твоих первых тречочков. Поверь, со временем ты эволюционируешь и поймешь, какой кал ты делал раньше. Все проходят через это. Со стороны твоих фолловеров получать новенький прикольный трек было классно еще где-то в 2010 году. Тогда это было интересно и в новинку, но сейчас рэперов развелось как собак нерезанных. Причем очень многие из этих рэперов ведут себя как курицы с отрубленной башкой. И после того, как эти рэпера шлют твоим фолловерам свои треки, еще и в какой манере и подаче ты садишься и делаешь то же самое. И рассчитываешь на какую-то адекватную оценку. Ты вообще рассчитываешь на то, что твой трек будет кто-то слушать? Ты вряд ли получишь что-то кроме отторжения и хейта, если будешь славить свои треки беспорядочно всем подряд. Если бы каждый из нас думал о том, что он должен делать качественную музыку и после этого только идти и показывать ее людям, чтобы хотя бы стыдно самому не было за эту музыку, все возможно было бы немного иначе. Но увы, жизнь это не фабрика по исполнению желаний и даже я получаю каждый день десятки треков, от которых у меня ботхёрд. Какой выход? Не спамь. Будь умнее. Постарайся заинтересовать человека невзначай, чтобы он сам начал следить за твоим творчеством. И даже после этого не спамь. Твой слушатель должен сам хотеть найти твой трек. Он должен иметь желание следить за тобой как за творческой личностью. И в момент, когда ты добьешься этого, это будет означать, что ты сошел с пути аматора и встал на путь профессионала. Поздравляю. Ну а пока ты можешь ненавязчиво просить человека оценить твой трек, над которым ты работал. Таким образом, ты минимализируешь эффект пожаренного очка у человека по ту сторону диалога. Эти три частые ошибки давненько витали в воздухе, все здесь чем я решил вынести их в отдельное видео. К этим вещам, как и к многим другим, я пришел спустя долгое время сквозь тернии, проб и ошибок. И, наверное, лучший совет, который я могу дать в заключении этого видео, это то, что вы должны учиться на чужих косяках. Вы должны ставить себя на место другого человека и должны понимать, в какое положение ставите его, чтобы у него не возникало каких-то неприятных ощущений в отношении вас. На этом канале находится много информации для людей, которые хотят усовершенствовать свой скилл в музыке и не только в музыке. Поэтому, чтобы не пропускать новые видео, прямо сейчас спустись вниз и нажми колокольчик. И обязательно поставь этому видосу лось, если хочешь продолжения на эту тему. Хлопцы, оставайтесь профессионалами своего дела, потому что если не мы, если не комьюнити этого канала, тогда никто, как вы понимаете. Меня зовут Дарян. Скоро увидимся. Допускаешь ошибки? Это не проблема. Проблема, когда ты не успел вовремя вытащить. Допускаешь ошибки? Это не проблема. Проблема, когда... Допускаешь ошибки? Что ж, блядь, такое-то? Ладно, это должен быть короткий видос, и мне надо сосредодрочиться, блядь. Собрались. Допускаешь ошибки? Да ебать.